Всем привет, дорогие друзья! На стримах я говорил, что для того, чтобы получить первое впечатление от смены руководства Локомотива зимой, необходимо будет дождаться летнего межсезонья. До этого момента мы не можем сказать, что из происходящего просто движение по утвержденному плану, а что новые веяния. Летние трансферы, ну или их отсутствие, ситуация с подвлением контрактов, абонементная билетная программа, кадровые назначения и ситуация вокруг клуба на Геркуса уже не спишешь. И начало июня провалено в худших традициях Ольги Юрьевны. Абонементная программа, которую выкатили 20 июня, оставляет огромное количество вопросов. Как и год назад, с продажи абонементов затянули настолько, чтобы из памяти стерлись самые последние остатки приятных воспоминаний сезона 18-19. Покупки на эмоциях нашему клубу не нужны, только трезвый и холодный расчет в сезон отпусков. Остальные клубы, в том числе те, на которых действительно стоит ориентироваться, в виде их посещаемости «Зенит» и «Краснодар», почему-то такую стратегию не оценили. Купить абонементы на матчи этих клубов можно было сразу после окончания сезона, и это при том, что футбольных альтернатив в их городах просто нет. Возможно, столь долгая проволочка была связана с решением каких-то технических вопросов, и клуб внедряет новомодные тенденции по кастомизации абонементной программы? Нет. Если год назад нам дали хоть какой-то выбор, то в этом году глупые болельщики от необходимости выбирать избавленное. Скорее всего, в прошлом году действительно из 6000 проданных абонементов без ЛЧ продалось около 10%, и спрос не так уж и велик. Но он был. А теперь Локомотив сказал этим 600 ребятам и девчатам, которые покупают абонементы десятилетиями. Извините, конечно, но нам плевать на вас и на то, почему вы не хотите на Лигу Чемпионов. Железно вместе или как там. Пока конкуренты предлагают раздельные абонементы на осень и весну, на чемпионат России и Еврокубки, Локомотив упрощает все до одного единственного варианта. И плевать, что в будни вы работаете до 10 вечера, а весной, может быть, уедете на 3 месяца в Таиланд. Лично на вас плевать. Найдутся другие, которые купят. Может, их будет чуть поменьше. Но вы же понимаете, что клуб кормит РЖД, а не ваши копейки с билетов и абонементов. Я уж не говорю про цивилизованный мир, где давно шагнули дальше и продвигают программы, по которым вы можете поделиться своим абонементом или даже продать свое место в те дни, когда не можете посетить матч. Вам этого не нужно. За вас подумали и решили. При этом продолжая на каждом углу твердить, что заработки с билетов – это капля в море бюджета российских футбольных клубов. Даже если все, кто покупал абонементы в прошлом сезоне, продлят их, полученной разницы хватит на то, чтобы оплатить 1-2 месяца контракта Чорлуки. Даже и не знаю, смог бы клуб пройти проверку на финансовый фэрплей без этого. Впрочем, такая ситуация с абонементами появилась не в этом году. Она уже достаточно давно. Вспомнить хотя бы то, как перед сезоном 2014-2015 вдруг повысили цены на все категории абонементов в два раза, не объяснив зачем и почему. Божевич потом до ноября рассказывал, что болельщики все на дачах. Заметьте, до сих пор я ничего не говорил про повышение самих цен. Оно, как обычно, сумбурное, ничем не подкрепленное, но, к сожалению, в российских реалиях неостановимое. Только вот... Я не знаю, зачем вообще нужно это говорить, это ведь азы, для понимания которых не нужно получать какую-то бизнес-степень. Если вы повышаете цены на продукт, значит, у обычных его покупателей должно быть максимально лояльное состояние. Чтобы они сказали, ну, дорого, конечно, но у нас такой клуб, такой тренер, такие игроки, берите мои деньги. Если клуб знал, что собирается повысить цены минимум на 30%, довольно ощутимо для большинства россиян, то весь этот гребаный месяц до объявления абонементной программы болельщика должны были всячески умасливать, рассказывать, за какой крутой клуб они болеют, и как же это круто ходить на стадион и видеть все своими глазами. Ага. За этот июнь мы узнали, что вратарь, вице-капитан нашей команды, проведший у нас 12 лет, дольше, чем кто-либо из действующих игроков, «Рвач», который вымогает у клуба нереальные деньги. Увидели ли мы какое-нибудь видеоинтервью Гильерме, которое бы дало нам понять, что «Нет-нет, все в порядке, вы лучшие болельщики в мире». Может быть, Кикнадзе или Палыч что-то нам сказали по этому поводу? Нет. Всю весну говорящие по любому поводу руководители словно воды в рот набрали, да еще и Гильерме запретили высказываться на любые темы. В это время вышло около трех миллионов заметок разной степени ангажированности, и, судя по реакции в комментариях, они попали в цель. А Игнатьев и Тарасов, судя по всему, вообще ушли из нашего клуба втихую. Это, между прочим, второй и третий старейшие игроки нашего клуба после Гильерме. 1 июля нам об этом, конечно, расскажут короткой заметкой на сайте, попутно намекнув, что ну очень уж до хера денег они хотят. Ну, мы же купили же воглядово, что вам не нравится? Простейший кейс от ЦСКА. Влашич играл в аренде, потом мог уйти, но его выкупили, и он снова будет играть в ЦСКА. Клуб объявил, а счастливые фанаты истекают в слезах благодарность и бегут покупать абонементы. Локомотив взял в аренду Криховика. И, ну, кажется, вроде бы выкупил его. Кажется, такой пункт был в его контракте. Кто-то об этом весной в интервью упоминал. И почему фанаты вечно недовольны, не понимаю. Улавливаете разницу, да? Но если уж у вас остались хоть какие-то сомнения, брать или не брать абонемент, вот вам на разогрев, прямо вот перед стартом продаж, ни днем раньше, ни днем позже, конфликт между тренером и руководством. И так поэтому скучали. С поведением клуба, за который испытываешь жесточайший испанский стыд. Каким бы ни был игроком Мурила, мы этого не можем знать. Но покупать и отправлять его тренироваться в молодежку – это сумасшедшее неуважение, которое может наложить отпечаток, в том числе и на будущую трансферную кампанию. Слухи в этом мире распространяются очень быстро. Я все это говорю, у меня в голове не укладывается, потому что ни один человек в здравом уме, пусть даже с образованием дворника, не запустит явно недружелюбную абонементную программу в столь негативный момент. Это просто невозможно. Нужно ненавидеть клубы болельщиков, чтобы сделать так. Должна быть подготовлена почва. Должны были быть маркетинговые исследования, какие-то смягчающие действия. Даже самой банальной мишуры не было навешано. Ни видоса с игроками, которые просят купить абонемент, ни красивого сайта с картинками, ни подарков для первых продливших. Ничего. Это все было в прошлых годах, а теперь этого нет. Цены повышаются везде, такова наша жизнь. А вот то, как это делается раз за разом в нашем клубе, вот это вызывает раздражение. За первый летний месяц у нас потери нескольких игроков, много значащих для клуба – это Тарасов и Игнатьев. И полная тишина. Сложности с продлением контракта Гильерме и огромное количество негатива как на игрока, так и на клуб. Отсутствие внятных трансеров к началу предсезонной подготовки. По факту пришел только один живоглядов. Мурила будет тренироваться с молодежкой. Покупка игрока с неясными характеристиками, издача его в молодежную команду – это тоже в голове не укладывается. Проваленная работа в медиапространстве. Кикнадзе и Мещеряков ушли в инвиз, и огромное количество инсайдов появилось вокруг нашего клуба, на которые не дается никакого ответа, и все они формируют исключительно негативный образ. И как вишенка на торте – это огромное количество негатива по абонементной программе во всех социальных сетях и на фанатских сайтах, по ее гибкости, по ее ценам, поздним срокам открытия. А через две недели у нас Суперкубок. Поехали!